Музыка Хочу с тобой поспорить, мне очень понравилось рожать самой Это просто супер, ты испытываешь такие идеальные наслаждения Вот у меня, например, было многократно в Вите Пуповиной у дочки То есть тут без вариантов, она просто могла у меня естественным образом и не родиться И за 25 лет я не видела ни одного ребенка после кесарево-сечения с хорошей шеей Шейный отдел позвоночника при кесарево-сечении страдает в 100% случаев В той или иной степени Вот сейчас был такой ролик интересный про звезды, что можно выбирать дату Мне кажется, дата ребенка 100% Богом сверху дана Выбирать, ну мы не имеем права Он сам знает, когда вылезать Поэтому естественные роды я всех уговариваю, своих подружек Которые говорят, ой, мы боимся, ой, нам 40 лет Ой, у меня там, по-моему, повинно обернулось Я говорю, сама рожай И вот они после этого говорят мне спасибо И еще вот по моей практике Я, когда естественно рожала, я кормила детей до года Ну мне это не то, что хотелось Но мне говорят, что для здоровья ребенка это полезно А вот с кесарево мне уже было тяжелее У меня молока уже не было Ну, наверное, может быть, не хватило Кормить двоих непросто, знаешь, вот так Ну знаю, я вот полтора месяца выдержала И все, и молока нету А там у меня просто лилось Вот все, что естественно природой Давайте не связывать Есть какая-то связь вообще, Тамара Чебаева? Есть какая-то связь между количеством молока И естественными родами, и кесаревым сечением? Нет, абсолютно никакой связи нет И это доказывает практика манголитная То есть женщина, которая психологически готова кормить грудью Она делает все возможное для того, чтобы сохранить лактацию Если позволяет состояние здоровья Если есть какие-то сложные ситуации в жизни Ну, большие стрессы, медосы Возраст, опять-таки Или женщины, которые рожали после сорока Или кормили детей Вот у меня была такая пациентка Она кормила ребенка до двух лет, двух месяцев 42-го года Вероятно Мои аплодисменты У меня получилось так, что у меня были и схватки И в итоге, получается, меня прокесарили То есть, как бы, ну, хапнула я по полной программе Вот, но могу сказать совершенно точно Что, наверное, вот после, скажем так Ну, после кесарева, как бы, я еще, ну, может, в силу того, что, как бы, там Я спортом занималась, там еще что-то там, как-то, ну, активный образ жизни вела Я и как-то быстро встала, пошла, то есть, и как бы, ну, и не лежала там, не умирала Ну, в плане того, что, вот вы же говорили, что, как бы, ну, вот вы подготавливаете То есть, мне кажется, то есть, как бы, все-таки, вот всех женщин И причем, то есть, как бы, я вот готовилась, я была уверена, прям, что вот я рожу сама То есть, я прям готовилась, ходила на курсы, в бассейн там, ну, там Ну, не знаю, может, плохо, может, как бы, плод большой был Хотя у меня, в принципе, живот такой был, у меня спрашивали, у вас двойня или тройня Там была одна большая девочка Но вот самой, к сожалению, как бы, родить не получилось Вот, ну, и, знаете, вот после такого, как бы, я вот вообще рожать не хочу, я боюсь Есть ли в зале у нас те, кто после естественных родов Говорит, либо я вообще не хочу рожать, либо я буду рожать только кестровым сечением? Светлана, еще Елена Что за история? Я хочу сказать, что у меня как раз была такая история Когда после того, как я родила, я, первая моя фраза была, что больше я рожать не буду Это было жутко больно Я, конечно, сейчас уже не могу воспроизвести какого там, какой силы Но я помню, что было очень больно И вот эти вот воспоминания, они до сих пор со мной живы Не стерлись Сколько лет ребенку? Сейчас 21 год ей идет 21 год Воспоминания свежи Абсолютно Поэтому кто-то говорит, встал, через 15 минут забыл Собственно, видим примеры в жизни, что не все так Я просто еще хочу добавить, что, не знаю, наверное, мне не повезло И меня не учили готовиться к родам Мне просто говорили приходить в консультацию, взвешиваться и так далее Если говорить о своем опыте родов, конечно же, я приходила Я до сих пор иногда прихожу сюда и думаю, как хорошо Вот на пару дней бы убежала из дома Комфортно Кормят 6 раз в день Музыка, я не знаю Ну вот, я не знаю, что еще сказать Это просто суперусловие До сих пор мне здесь прям нравится И это здорово Но не все рожают в крутых клинических госпиталях Поэтому вот вопрос Помассажирует ли тебе муж спинку И вообще пустят ли туда мужа Да, и будет ли партнерские роды К вам пустят Не везде есть партнерские роды Значит, по поводу того, какие испытывают боли при естественных родах У меня трое естественных родов По поводу вот именно первой роды Мне было 19 лет Я вообще ничего не знала Было очень больно Я просто помню Вот я не помню физическую боль Я помню, что во время схваток Тогда вот эти были лихие 90-е Помните вот эти железные кровати? Я кусала железную кровать Вот, ну, по всей видимости, до такой степени было больно А потом действительно это все забылось И я еще два раза ходила на роды И вот те боли я уже не помню Лилия Коллегова, преподаватель бомбилдинга Я думаю, при развитии определённых мышц Просто поэтому вы не помните А многие помнят Инесс Рамира Сперес Крестьянка из мексиканской деревни Никакого медицинского образования у нее нет Тем не менее, она сделала сама себе кесарево сечение Каким-то чудом все прошло успешно И она сама и ее новорожденный сын остались живы Это случилось в марте 2000 года Женщине пришлось пережить 12 часов непрерывной боли Схватки усиливались, но роды не происходили Она поняла, что-то идет неправильно И решилась на самостоятельную операцию Женщина выпила три маленьких стаканчика крепкого ликера Взяла кухонный нож и разрезала себе живот Инесс сделала 17-сантиметровый вертикальный разрез справа от пупка Она достала из матки мальчика, перерезала пуповину и потеряла сознание Через некоторое время женщина пришла в себя И решила, что если ее ребенку суждено умереть, она тоже умрет Но она была уверена, что Бог спасет им жизнь Ребенок родился здоровым На сегодняшний день Инесс Рамирас Перес считается единственной женщиной Которая выжила после проведения успешной операции кесарево сечения на себе Ох, вот я посмотрела этот сюжет, хочется сказать Эх, мы женщины, все-то мы умеем И даже кесарево сечение можно провести сами на себе Вы знаете, у меня сейчас вопрос к психологу Наталье Кобировой Говорят, что немаловажный отрицательный фактор кесарево сечения Это психологическое состояние мамочки Что якобы у женщин чаще какие-то послеродовые депрессии Появляются именно после родов путем кесарево сечения Мне кажется, это какой-то, ну опять-таки, исходя из своего опыта Мне кажется, это бред Когда мама якобы бросает ребенка, не хочет его кормить, убегает Это вот элемент шизофрении, нет? Нет, ну это не элемент шизофрении, конечно Но давайте понять, что такое кесарево сечение для ребенка Я всегда рекомендую сделать следующее Вы дома, вы приходите домой, ложитесь спать Включаете свет, закрываете зановески Ложитесь рядом с родным и любимым человеком Обнимаетесь, слышите, как он дышит, как он чувствует, да? Местерцебедение слышит И представьте, что вдруг открывается окно, балконная дверь Вас хватает, за что поймали, за то и тащат За шею замечательно, за руку так за руку, за ногу так за руку И вытаскиваете... Ну не все так печально, боюсь, что... За что придетесь? Это для ребенка, да? Так... Аккуратно? Аккуратно, да Для ребенка это большой стресс, да? Для мамы это тоже стресс Слушайте, жизнь вообще в стресс Пусть привыкает с детства Нет? Я тоже работаю индивидуально с людьми И бытует такое мнение, когда люди говорят друзьям Я пойду схожу к психологу И ты такой С тобой что-то не так? Я считаю, что наоборот, со мной все в порядке Я хочу, чтобы было еще лучше, поэтому иду И здесь тоже хочу поддержать нашего эксперта из клиники мать и дитя И высказать свою гражданскую позицию по поводу... Мужскую, заметим Да, против родов дома Рожать нужно в хороших клиниках И мужчина должен обеспечить эту возможность своей жене Друзья, сегодня очень много различных мнений на тему Как за кесарево сечение, так и против кесарево сечения Но, наверное, каждая женщина все-таки вправе выбирать Советуюсь с врачом, опять-таки, как ей рожать Не знаю, у меня самые потрясающие впечатления Настроение супер Поэтому, может быть, я еще раз повторюсь, у меня несколько детей Но, опять-таки, мой случай это абсолютно не показатель Борис Александрович, вот есть очень много различных точек зрения все-таки, за и против Тем не менее, я поддерживаю абсолютные сторонники кесарево сечения Потому что у меня есть опыт абсолютно положительный Когда не было никаких осложнений, никаких проблем со здоровьем Никаких проблем в родах И очень страшно все-таки, что может пойти не так, как тебе бы хотелось Конечно же, ваша рекомендация – это довериться профессионалам своего дела И, как говорится, все будет хорошо, но ведь не факт Ну, я еще раз повторюсь, вот я смотрел ролик И рождение детей – это чудо абсолютно Я думаю, что все с вами согласятся И как оно произойдет, зависит не всегда от врача, не всегда от женщины Да, и, в общем, на самом деле, как бы это ни крамольно звучало из моих уст Но все, на все воли Божьи И предугадать, предусмотреть все варианты развития событий В таком неблагодарном, в таком непредсказуемом моменте, как роды Очень сложно И, на самом деле, главное, что я хотел бы сказать Что у каждого своя дорога, свой путь И если говорить про медицину, то более правильно роды через те страдовые пути Это более верно, это более физиологично, это более правильно для ребенка Но мы все, действительно, мы все заложники ситуации Мы все являемся продуктами нашей цивилизации Которые дают нам свои принципы Если там раньше к 30 годам все уже рожали по 10 детей То сейчас репродуктивный возраст только начинается в 35 у многих И поэтому это, конечно, не может не откладывать своих отпечатков на состояние здоровья матери Поэтому главное, что хочу сказать Что для всего должны быть свои показания и противопоказания И, самое главное, должно быть доверие к врачу И тогда, я думаю, что гораздо больше вероятность того, что все будет хорошо И, вы знаете, очень у многих вопрос, мы тоже посмотрим сюжет Возможно ли естественные роды после кесарево сечения Да, однозначно Как правило, женщины говорят, что раз я родила кесарево, все мои последующие дети будут кесарево Ольга – мама теперь уже троих детей Она благодарит врача, который помог ей осуществить мечту Ведь женщина давно хотела родить естественным путем После двух кесаревых сечений Ольга была решительно настроена третьего ребенка родить самой Естественные роды с двумя рубцами на матке – случай исключительный Риски огромные, но женщина наотрез отказалась от кесарево сечения В роддом Ольга поступила уже в схватках и написала отказ от операции Когда она поступила уже в родах с раскрытием, мы констатировали факт родов И я сказала, что ну все, пойдемте в операционную, собственно говоря Она отказалась, то есть мы оформили отказ от кесарево сечения Но роды протекали, в общем-то, практически, я бы сказала, физиологически Она очень хорошо готовилась, очень детально готовилась, без обезболивания Сама Ольга говорит, что ей необходим был врачебный контроль Ведь она не хотела неоправданного риска В родах был тяжелый момент, но в итоге все прошло так, как она хотела Все, я уже думала, что я не справлюсь И вот Юлия Анатольевна уже последний осмотр говорит Ну все, вот она все раскрылась, все, мы рожаем Давай, от тебя все зависит И тут мощный прилив сил, мощный прилив, и не знаю, откуда это взялось И вот это чудо рождения Женщина родила мальчика весом 4 килограмма Сейчас с ним и с мамой все хорошо Ну, роды после двух рубцов Роды пациентки с рубцом на матке после двух операций кесарево сечения Надо же выражаться академично Конечно, это такая казуистика Но они бывают, они существуют, они проходят Этот сюжет, кстати, был снят тоже в нашей клинике в Новосибирске Это тоже клиника группы компании Матитя Если говорить же про роды у пациенток с рубцом на матке С одним рубцом на матке после операции кесарево сечения То это хорошая такая практика Не могу сказать, что ежедневная, но еженедельная В нашем госпитале, в любом роддоме мы сейчас достаточно много рожаем Рожаем через естественные родовые пути Да, да Ну, дочь, там много факторов ограничивающих Роды должны начаться самопроизвольно Вес малыша не должен превышать 4 килограмм Должно быть головное предлежание Не должно быть показаний, которые явились показаниями к операции в первый раз И так далее и тому подобное Если все факторы совпадают, то роды через естественные родовые пути с рубцом на матке возможны Ну что ж, дорогие друзья, вы сегодня услышали огромное количество различных мнений И, конечно же, как поступать в вашей жизни, решать только вам Вы смотрите телеканал М-Телевизион, ток-шоу Супермама Будьте счастливы и здоровы Ведь человеческая жизнь и здоровье – это действительно бесценно До встречи